я дома скажу по секрету истории сегодняшнего дня в общем сегодня я проснулась и поехала за наушниками с микрофоном который apple apple дорогие очень дорогие наушники потому что я хочу стримить на твиче и я решил что нужно приобрести их именно сегодня работа бери бы снегерс это твоя работа я вижу смысл меняться для кого-то покажи паспорт не верю по фото без любви вы с тобой я хотела сначала налить этот данный экземпляр напитка стакан и потом подумала что и стакана будет вообще нет атмосферы нужно прям хлебать из бутылки из горла так что давайте сделаем этот первый приятный глоток в моей жизни первый открывать пиво вы конечно скажите лиза это не пиво это сидор я замажу гараж потому что кто знает может быть меня пошлют и заблокирует всем привет я не знаю чем будет это видео на сегодня мы будем делать макияж макияж вы не буду пить пиво и делать макияж потом не буду может быть есть мороженое и может быть буду есть черешню но это не факт кто знает что сегодня будет кто знает к чему мы сегодня придем я сделала эти пластическую операцию кто не заметил я буду показывать все свои продукты которые я сделала конечно же сама первое что нужно нанести на свое лицо это конечно же гель улитки это такой вот бальзамчик на лицо это алоэ вера тут 92 процента алоэ вера типа да я не верю сегодня будет очень много грушевые грушевые работа а еще будет очень много раздражительных шумов поэтому если вас очень слабая психика лучше выключать это видео заранее а еще это видишь нас плюс так что будьте осторожней этот гель мы нанесем сейчас на моё лицо на самом деле мне писали уже несколько раз того что гель алоэ вера вообще нежелательно носить без какого-то увлажнения окей просто хотел сказать то что его не желательно носить без дополнительного увлажнения мне на самом деле алоэ гель подходит вообще просто идеально под мое лицо прекрасная идеальная она да всем идеальные обычные крема которым я сюда увлажняла свое лицо это были различные крема это был как детский так не детский как обычные крема так необычные крема я не заходила наверно больше 500 рублей за обычный крем наверное они даже себе дешевле много стоили на же самый максимум крема которая покупала он стоил наверно около 400 рублей не бюджетный крем средний цены такой алоэ гель это самое идеальное что не приходит как под основу под макияж потому что у меня очень хорошо ложится тональная основа как не ложится с самыми увлажняющими кремами все как-то неровно где-то есть шелушение алоэ гель их почему-то убирает я не знаю видимо мне не нужно такое сверх увлажнение не хватает просто алоэ гель возможно я ошибаюсь только потому что у меня небольшой страх то что мне придется полностью зацензуривать это видео в районе декольте чтобы не было лишних проблем я переделась элегантные соски я надеюсь я вам не мешаю села и сижу последнее время что-то вообще я поняла что а к чему моя жизнь меня ведет чем я вообще заниматься я только сейчас начала восстанавливаться после моей прекрасной школы спасибо большое мне 28 лет а я только сейчас начинаю восстанавливаться после школьных событий которые произошли со мной за мои прекрасные 9 лет обучения это прекрасное среднее образование дало мне столько возможностей и столько головных проблем со что я сейчас не крашу только потому что мне нужно немножечко впитать алоэ гель мое категоричное мнение по поводу образования она не то чтобы неправильно я просто она со временем не перестает нравится я понимаю то что мое мнение не такое уж и правильное так сказать она с какой-то стороны конечно и правильная с какой-то стороны в принципе неправильно абсолютно после школы я как очень сильно загранный подросток который вообще не знал чем могу заниматься по жизни да и в принципе даже не думал я просто думала если честно о смерти это все о чем я думала и поэтому конечно же никаких планов на жизни не ставила себе я не думала что когда-нибудь превращусь нормального здравомыслящего человека как сейчас я считаю сейчас себя более-менее здравомыслящим человеком потому что начала задуматься о своем будущем да и в принципе а ситуация которая происходит в данный период моей жизни мне немного конечно становится печально то что я упустила так сказать эти вот года которые я могла бы потратить на какое-нибудь престижное образование но в итоге его нету кто подписан на мой канал и кто пример смотрит все мои видео я уже знаю что мне кажется вам сережки вам мешают не их снять из-за того что я вообще не представляла что мне делать после школы я думала я была сто процентов верен то что я не знал ни один экзамен даже угэ потому что нас настолько сильно запугали что у меня было никаких представлений о своем будущем и я даже не думал о том что блин а куда вы мне поступить ну я просто поступила туда получается куда я поступила моя знакомая на тот момент который я распивала алкоголь алкоголь сбежать нас с тобой в тот момент мне действительно казалось это разумным потому что поступить надо было куда-нибудь типа для виду и может быть потом бы с годами бы я влюбилась в эту профессию и закончила бы эту учебу но я и не закончила я получилось там целый год и в конце года я начала осознавать то что это не мое и кто не знает я поступила на повара-кондитера я очень безогнивый человек да по своей натуре к сожалению но какой есть такой есть и не нужно с этим выживать повара-кондитера не так просто отучиться на самом деле это очень легко даже когда я сдавала экзамены не просто все помогали для кого-то возможно это и просто сейчас я думаю для меня бы это не составило никакой проблемы я не привыкла убираться каких-нибудь там столовую мысль был даже не в том что я не хотела убираться в столовой а в том что у меня это морально истощало узкий мясо кстати да вот такой вот тональный крем мы используем это фитме мебели нью-йорк то сотый оттенок мне вполне подходит и мне он очень даже нравится так как это было не совсем подходящее для меня учреждение будем называть это колледж отбросим все названия шараги и так далее потому что это действительно было бы довольно таки престижное заведение существом того какой мне был балл мне был балл как было мне до сих пор три еще там 70 или 32 и не знаю но у меня очень фиговый школьный балл потому что конечно же девятый класс я полностью про передела в штанах развлекалась я тусовалась и сказать что мне эти тусовки очень сильно нравились потому что тот момент моей жизни повторяюсь повторяюсь не приходится повторяться потому что эта часть моей жизни я хотела суеса уйти на небеса небесные короче на первой неделе своего колледжа когда я поступила я очень сильно напилась я блеванула в подъезде я бежала на бегу я блеванула вы понимаете насколько все фигуло было это просто это кошмар вот если вспоминаю я понимаю то что типа все я не тот человек и абсолютно другая лично сейчас и то что было до никак не сказывается на мне сейчас хотя нет какие-то отголоски у меня остались вот но хотя бы сейчас нету тех проблем которые были тогда с алкоголем даже тем же не было очень много алкоголя мы по моему выпили с моей подругой две бутылки или две коробки вина такие знаете коробочные такие дешевые по 100 рублей я точно не помню либо это была одна коробка либо это двину мне кажется что и белые потому что я не думаю что мне бы так унесло настолько сильно но бутылки вина так вот я пришла домой я была вся заплаканная мама конечно же поняла что этого а у нас тогда были с ней не очень хорошие отношения потому что я вообще никак не воспринимала да к сожалению не был переходный возраст я это не осознавал я думал как хорошо что меня возраст переходный обошел а у них на меня не обошел он убился прямо всю мою сучность человеческую слава богу была очень хорошая мама до сих пор есть она сейчас еще стало лучше потому что я наконец-таки с ней построила доверительные хорошие прекрасные отношения какие бы я хотела наверное видеть у себя и своего ребенка не ну конечно бы поближе чуть-чуть потому что все-таки воспитание все допускает какие-либо ошибки и никто не может быть идеальным родителям а может быть кто-то и может в мире своих всех было очень заплаканная и еще из-за того что моя мама увидела меня пьяный я поняла все я не должна жить в этом мире я просто отвратительный человек я пришла в свою комнату включила на тот момент свою любимую песню она была очень грустная и я начала резать руки сей день на моих руках остались шрамы к сожалению я бы конечно хотела бы как-нибудь убрать чтобы их не было но опять же таки эта часть моей жизни часть моей истории и а я совершенно да пошли к черту я начала резать руки и это был первый раз когда я достала до вены это у меня уже были эксперименты с всякими прикольными штучками из американская история в первом сезоне добавит заходила ванную комнату и делала что-то непристольное за глазами у родителей и я делала то же самое до поры до времени пока не достала до вены а на самом деле ничего страшного не случилось просто я позвонила своей подруге сказала поговори со мной она мне помогла мы вместе с ней как бы с такой поддержкой небольшой по телефону я за перевязала свою руку остановила как-то более-менее кровь но потом я пришла в комнату и опять ничего хлистать в мясо я прям сижу так вот режу режу а я могла бы лишиться руки без проблем это вообще нормально на тот момент я прям делаю это с целью то чтобы ап ап я если что не хочу чтобы ты выглядела так как бы я такая типа жалуюсь на свои проблемы нет я давно это уже пережила и это просто как часть моей истории просто хочу поделиться ею с вами я до этого момента наверно слишком сильно много чего скрывала указывал типа более идеальную картинку не самым идеально я пыталась показывать в лучшем свете в любом случае после этого по моему я завязала с алкоголем потому что его очень плохо но это произошло конечно же ненадолго потом у меня повторюсь период повторялись у меня потом еще не один раз а даже несколько то есть я могла какое-то время не пить и какое-то время пить и уходить за поя прикольно последний мой самый веселый раз это было уже перед моими 18 годами жизни я по-моему в этот день ничего не ела вообще ничего сище это будет очень мужчине я рассказала это про пп рпп эту историю немножечко но это настолько было отдаленно что вы не знаете все подробности которые там произошли я это целый день не ела и я такая решила выпить немножечко коньяка который оставался у нас дома я такая мама я пошла бухать мама такая но он только немного она думала то что мы выпьем только вот коньяк которым там оставалось немножечко иди там конечно же она об этом пожалела очень сильно сказал господи что же не натворил это мне знаете мама такая которая все разрешает не ограничивает потому что она понимала то что смысл ограничивать если все равно ребенок пойдет и сделает в любом случае то что намерен было сделать просто скорее всего возненавидит свою мать даже не вы знаете просто будет обижен и в общем так это консилер мой любимый который я уже не считаю своим любимым но он настолько кстати долго держится у моей косметички которые нету вот такой консилер это лореаль лореаль вы понимаете что было с моим организмом когда на голодный желудок ты начинаешь отраспевать алкогольные напитки причем довольно таки крепкие потому перешли еще и на водку которая до этого у меня снесла прям жесть как снесла я ненавидела себя у меня было настолько сильно непринятие себя и своего лица своего характера и все себя то есть это заключается не только на внешних факторах в принципе на ненависти к себе наверное вы заметили то что я до сих пор с этим борюсь но я уже более-менее начала себя принимать поэтому начну и рассказывать и делиться своими историями мы пошли на какое-то поле я уже совсем не помню что происходило до да и в принципе что происходило после это просто уже рассказы остальных людей которые со мной там были чувствую что я потерял телефон я не могу его найти у себя в карманах и я такая чё-то чё-то за брать чё происходит чуть-чуть чем не делать и я понимаю то что все мне нельзя возвращаться домой жизнь на этом закончена то есть настолько категорично я мыслила что я не могу вернуться домой я просто начинаю валяться я это вообще не помню начинаю типа что-то орать в моей голове это все было так что я просто легла на землю как бы упала но я просто не могла встать я типа лежу и я понимаю что я уже не как будто быть даже не в своем теле я как будто смотрю на это все со стороны вот но я не чувствую своих ног и я не могу пошевелить ими я как будто про полностью парализована и мне было такое ощущение как будто я кричу типа помогите мне не могу встать у меня помогите имя думал то что от меня ушли девочки на самом деле нет все было на самом деле по-другому начала мне кидаться ботинками когда они по мне начали подходить я сняла ботинки чтобы вы понимали которые кстати остались там на поле на этом и потом с утра моя мама забрала эти ботинки вы представляете что пришлось потерпеть мою маму я уже лежу и я такая я типа прошу только не умирать пожалуйста я не хочу умирать а у меня было знаете такое состояние вот как будто бы я уже не здесь нахожусь вообще не здесь что делает алкоголь с мозгом человека я лежу я понимаю что и ничего не могу сделать я вообще никак не взаимодействую со своим телом то есть сознание вообще отдаленно оно со мной а тела нет тела не со мной и я просто прошу пожалуйста нет я не хочу умирать нет я хочу остаться здесь я хочу жить по итогу я проснулась скорой помощи я начала разговаривать с этим мужиком и говорит я не скрывалась а перед этим кстати да у меня небольшой такой даже припадочек это же еще напилась первый раз порезала вот так вот вертикально то есть не горизонтально вертикально и я поехала зашивать свою руку в больницу так как на тот момент мне не было 18 лет мне пришлось брать паспорт другого человека и под другим именем приходите зашивать свои порезы я ничего не повредил это просто разрезал получается свою плоть извиняюсь за такие подробности возможно вы меня возглавите ну ладно так уж и быть так уж и быть я проснула скорой помощи но по рассказам я еще упала перед машиной какой-то еще и сняла кофту я в итоге была там без ботинок и без кофта что очень замечательно меня там немного проверили ничего еще очень тема происходит я была очень побитые у меня были волосы в колючках выглядело так себе потому что лицо мне было полностью синякалах гематомных таких и она была еще плюс очень сильно опухшая голосом не было как у прокуреного алкаша который бухают люди установки уже лет 25 после этого я начала вести здоровый образ жизни я начал заниматься спортом я очень сильно похудела и мне очень нравилось мое телосложение была очень спортивной девочкой я была в принципе довольна но потом у меня началось опять все по новой потом я напилась на какой-то свадьбе и после этого я не пила потому что я поняла что все веселятся а я пью с какими-то дедами принципе после этого моя история с алкоголем более-менее прекратилась и по сей день она является моей просто историей они частью моей жизни и так следующее это пудра вот такая пудра с людьми равномерно по моему лицу кисточкой и олиппоза она мне очень нравится она очень хорошая на самом деле я все это сейчас рассказываю очень отстраненная очень отдаленно потому что я уже плохо воспроизвожу все свои воспоминания об этом я не знаю что мне делать с бровями потому что я не особо хочу их красить как-то но надо же что-то с ними сделать поэтому я сначала изучу обычной щеткой вверх чтобы примерно посмотреть в каком они состоянии находятся а я уже все я уже пьяны у меня вообще не меняются мои продукты и такая вот палеточка вот такая вот кисточка да я смачиваю своими слюнями почему я не рисую брови до того как нанесу тон потому что я не умею правда я пыталась много раз это делать но у меня не получается брови абсолютно разные но плевать какая разница я не знаю почему это бровь на и постоянно получается выше как от этого избавиться миллионы раз я показывала вот такой тушь для бровей коричневый оттенок с петлокоричневый и так далее у нас идет по списку контуринг сначала я хочу подвести свои скулы которых нету основы ну ладно мне больше преобладают яблочки на лице точно так сильно я выключу гламурно буду много говорить на английском языке потому что я уже выучила английский на все сто процентов я сконтурировала свое лицо теперь нам нужно сконтурировать мой нос а сконтурировал нос я вот таким вот кисточкой вот такая кисточка хорошо распространяет полосы и растушевывается хорошо потому что тонкой кисточкой она слишком их изящно рисует и потом получается плохо растушевать выпьем пиво я начала задумываться о том чтобы мне куда-нибудь поступить но как вы знаете с моим баллом который я уже ранее озвучила с моим баллом поступить куда-то либо в хорошее престижное заведение очень тяжело очень угнетает на мое сейчас положение потому что я понимаю что жизнь в раше меня немножечко заводит грусть и печаль я так люблю россию матушку она и красиво я бы на самом деле очень хотела бы куда-нибудь поступить за границу но это все мечты для этого скорее всего нужно не скорее всего мне нужно закончить 11 классов задать экзамен а я уже настолько сильно упустила эту программу 11 10 класса и я уже ничего не помню в целом из школьной программы господи где-то лиза которая говорила что учебу это неважно какие-то моменты действительно нет но просто из-за того что я хочу хочу вот такая кисточка верь мне подарила моя подруга и мне нужно нанести хайлайтер который я не люблю вот этот хайлайтер я не очень люблю потому что он как-то желтит а я люблю более светлые такие хайлайтеры кстати классно на самом деле палетка потому что я использую ее во многих случаях например в лучи когда мне нужно нанесить румяна или вот хайлайтера немножечко добавить я ее зря засрала так что никогда не слушайте людей которые выглядят как я как-то таки воспользуюсь данной палеткой и возьму вот эти вот розовые румяшки будем их так называть хотя это не румяна это просто тени целая моя лица милая несу очень много хайлайтера потому что хайлайтер мало не бывает я возьму вот этот вот палетку теней который купила в чистюле он очень прекрасно купила лет 15 назад стрелки если вы думаете что я знала какие стрелки я делаю я абсолютно не знала я просто сделала наугад или просто как обычно скажу веселую историю у меня был хомячок я его купила на авито стоил он недорого рублей 400 мы прожили с ними долгое время а то есть два года его звали хома очень оригинальное имя я это точно знаю нас было с ним прекрасная совместная жизни за ним ухаживала но в какой-то момент он начал себя странно вести скорее всего это из-за того что он уже был пожилым человеком ангарики вот мы знаем долго они не живут жили мы с ним прекрасно и в какой-то момент у него начали отказывать задние лапки я поняла что он умирает и в какой-то конечно же день я его нашла немножечко без движения у меня три дня лежал в коробке его сразу же завернула в коробку не знала что буду с ним делать потому что исход с хопыти оказался очень неожиданно я планировала конечно же его похоронить как любого нормального хомяка или животного конечно же не смыть унитаз вот была зима а так как сугробы раскапывать было очень неудобно мне пришлось его сжечь его сожгла на прекрасном красивом холме которые показывают прекрасные виды но как только этом прохожу я сразу вспоминаю стрелки кривые на пол просто подвожу и аккуратно некрасиво черным кандажом теперь мы это все растушевываю не беру любую кисточку которая например черный они тушуются беру палеточку которую никогда не пользуюсь рисую финал уже давно не делал такие махияжи давайте тогда ради бога сделаем еще вот так как ваше мнение которое конечно же не учитывается потому что есть она вас не услышал клеить ресницы или нет как вы считаете помада кирпича лан давайте сделаем по повеску потому что ты за кошек жизнь не вкусно я разбила папину машину я решил приклеить ресницы потому что все таки они как-то дополняют образ а я уже не чувствую образ откуда вы знаете а может быть у меня реально папа богатый вышла папа не видели а я вам про него ничего не рассказываю или не расскажу папа между прочим депутат если вы не знали но папа очень богатый человек и скрывается то что богат он не показывается у детей на самом деле я реально ребенок у меня очень любит мне каждый месяц миллион и каждый день с ним ходим на вечерние прогулки папа я тебя люблю я распила данную бутылку и я ее сохраню на долгое время потому что я хочу оставить это в памяти своей потому что в первый раз я выпила с вами алкоголь вот вам черешня я возьму фольгу кто-то уже наверняка видел этот прикол вы сейчас сразу все поймете когда я скажу одно слово мне нужно красная помада если вы не поняли то с вами явно что-то не так вы не следите что ли за трендами которые были десять лет назад ладно я просто порву потому что мне было блин что за фигня вы думаете это обратиться на улице а ну пусть будет здесь это кстати опасный эксперимент потому что это краситель попытка нам верю file file файл он фуфир и фуфи все мне плевать и если вы не просите мороженое это сделает морозен и не хотелось это мороженое а вы мне заставили Как мне теперь это объяснить моему отцу? Вы не думали о том, что мой отец против этого? Мне можно есть одно мороженое в неделю, а я уже ем второе. Как мне теперь объяснить то, что я съела это мороженое?